Здравствуйте! На России 1 итоговая программа Вести Воскресенье. Мы говорим об ульяновских новостях и в первой части выпуска. Острые вопросы про важные проекты. Руководство округа мониторит работу приволжских регионов по улучшению жизни людей. Итоги года подвели на совещание. Жилье сиротам Ульяновск удвоил количество квартир для бывших детдомовцев. Ребята будут жить в комфорте. Спасла бабушку и стала героем. Ульяновская школьница не испугалась огня и вытащила родственницу из пожара. В общественных проектах Приволжского федерального округа только за прошлый год приняли участие более 1 миллиона человек. О чем заявил заместитель полпреда в Приволжье Олег Машковцев на окружном совещании, которое проходило в режиме конференц-связи. В нем приняли участие заместители высших должностных лиц регионов округа, руководители региональных органов государственной власти, которые курируют реализацию общественных проектов и вопросы молодежной политики, ну а также главные федеральные инспекторы. Окружное совещание провел заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. Он подчеркнул, что основной задачей окружных проектов является продвижение одаренной молодежи, поддержка детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, развитие массового спорта и молодежной культуры. В числе важных критериев результативности остается постоянное увеличение охвата участников окружных общественных проектов, в том числе за счет доступности участия в них молодежи в муниципалитетах. Только за прошлый год количество участников общественных проектов в регионах округа превысило миллион человек. Мы на этот год ставим не менее амбициозные задачи, при этом я думаю, что в этом году мы охват будем увеличивать за счет привлечения муниципальных районов к этой работе, и такая задача будет поставлена перед всеми регионами округа как основная. В этом году сразу два общественных проекта пройдут в юбилейном формате. Это спортивно-туристский лагерь ПФО Туриадда и Зорница по Волжье. Они будут проведены в десятый раз. Ключевым событием в сфере реализации молодежной политики традиционно станет молодежный форум Иволга, который ежегодно лидирует в стране по количеству желающих в нем участвовать. Активно планируется развивать и проект «Ментальное здоровье». По итогам минувшего года свыше 17 тысяч жителей Ульяновской области стали активными участниками окружных общественных проектов. Например, семья Алыховых победила в конкурсе «Успешная семья при Волжье». На Туриаде ульяновские спортивные туристы завоевали бронзовые медали в направлении «Маршрут пешеходный». Четвертое место наши земляки заняли в соревнованиях по познавательному туризму в видеоконкурсе «Люблю тебя при Волжье». На окружном фестивале «Вернуть детство» наш регион представил 29 воспитанников детских домов. Это лишь неполный список всех проектов, которые реализуются в округе под патронатом полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова. За прошлый год увеличен темп социализации сирот, достигших совершеннолетия. В частности, удвоено количество предоставляемых им квартир. Сергей Маскальонов получил жилье в новом доме в Криушев. В очереди молодой человек стоял пять лет. Дом нормальный, новостройки. Годов, наверное, 18-х, новостройки. Нормальный, двухкомнатная квартира. Все есть, индивидуальное отопление, все устраивает. Но далеко не всем повезло с полученным жильем. Проблемных домов в регионе немало. Новоселье, вот этой молодой маме и ее соседям, которые получили квартиру в доме на Молодежной 33 в Большом Нагаткино, обернулось испытанием на прочность. Температура в комнатах зимой не превышала 14 градусов. Глава региона поручил провести обследование этих домов и вообще всех домов для сирот, если потребуется подготовить документы в суд. Дальнейшие дома анклавом строить, а запрещая, и б в районах селить и покупать квартиры в исключительных случаях, если они сами этого желают. Так давайте в Ульяновске, Демитовград, там, где они могут социализироваться. С 1 января этого года в силу вступил закон, согласно которому сироты смогут самостоятельно выбирать муниципалитет, в котором получат жилье, вне зависимости от места постановки на учет. Ну а с 1 июля начнет действовать новая мера поддержки – социальная выплата в виде сертификата на приобретение жилья. Вот и в этом доме живет девочка, ульяновская школьница, которая спасла от гибели свою прабабушку. Девушка вовремя забила тревогу во время пожара, а потом, рискуя жизнью, вынесла родственницу из горящего дома. Дом на Центральной 74 с виду хороший, но за день до Нового года в нем произошла драма. Неожиданно подвела электропроводка, загорелась кухня, но хозяева не сразу учуяли дым. Искусство древней истории известно, что когда-то гуси спасли Рим. Похожей ситуацией случилось и в селе Елховое озеро. Только в роли спасительницы выступила кошка. Рината Хасанова приехала к бабушке праздновать Новый год, но отметить праздник не успели. Утром 31-го их разбудило домашнее животное. Наша кошка проявляла беспокойство, она мяукала. И из-за этого моя бабушка проснулась и почувствовала дым. Дым. Искры летают там по проводам. Я взяла ее, вышла и дверь открыла. Как дверь открыла, Ринату я разбудила. Рината, дочь, мы с тобой, мы горим. Она расстала, вскочила. И тут я открываю дверь, тут огонь этот вспыхнул. Все решали считанные секунды, но Рината не растерялась. Она действовала не по годам собранно. Девушка быстро вызвала пожарных, а в доме оставалась еще прабабушка. И когда я зашла в дом, я услышала крики прабабушки. Я была напугана, но все равно взяла ее на руки и понесла на плечах. А потом она упала перед порогом. Я ее тащила. Я даже не знала, что она побежала. Все думаю, бабушка погибла уже все. А я сама прибегаю, бабушка там во дворе на земле лежит. Она ее вытащила. Как она вытащила ее? 93-летнюю бабушку. Она очень тучная женщина. Спасатели готовились к сдаче смены, но услышали тревогу в 8 утра. На место ЧП выдвинулись две машины. Огонь потушили своевременно. Хотя были трудности. Крышу пришлось ломать. Дом был охвачен дымом, и зайти туда было невозможно. Горела крыша. И установили трехколенную лестницу. Залезли туда, и ребята начали тушить. С момента ЧП прошло три недели, но пожар этот для Ринаты как страшный сон. Сама девушка считает, что на ее месте так поступил бы каждый. В школе высоко оценили геройский поступок. Рината добрая, отзывчивая. Я бы сказала, даже правильно воспитанная. У нее правильные ориентиры. Я нисколько не сомневаюсь, что это была порва моей души, и в принципе она так должна была поступить. Я восхищена, наверное, на 100%. То есть я очень горда за нее, и я очень рада, что я учусь с ней в одном классе. Но когда ты понимаешь, что герой находится очень близко с тобой, учится буквально в одном классе, это шок. Девушка, спасая прабабушку, получила ожоги. Одноклассники считают, что Рината достойна государственной награды. А вот кошку, которая первая почуяла дым, спасти при пожаре не удалось. Эдуард Истомин, Михаил Державин. Вести Ульяновск. Из Ульяновска и Цельнинского района. Каждая учебная неделя для школьников во всей России начинается с разговоров о важном. Основные темы занятий с ключевыми аспектами жизни страны. В минувший понедельник ульяновским школьникам рассказывали о безопасности в интернете. В формате квиза ученики кадетского класса ищут правильные ответы на вопросы о том, какая она, медиабезопасность. Это не урок информатики с начала нового учебного года. Разговоры о важном встали почти на одну ступень с занятиями. Так школьники знакомятся с ключевыми аспектами жизни страны. Здесь не нужны специальные учебники, только желание знать больше. Такие глубокие непростые темы затрагиваются каждый понедельник. Вовлекаются все без исключения. За партой на открытый урок садятся даже первоклассники. Диалог строят по-разному. Если у старшеклассников в медиапространстве темы серьезнее, например, как не попасть в сети мошенника, то в начальном блоке разбирают азы цифровой гиены. А чтобы открытый урок запомнился, Мария Шлеменкова, педагог с 23-летним стажем внесла в разговор и свою методику. Мы ведем тетради. Все материалы мы приклеиваем в тетрадь. У нас каждый разворот в тетради посвящен одному из занятий. И где-то в конце четверти можно пролистать эту тетрадь, посмотреть, вспомнить темы, которые мы обсуждали. Экология, патриотизм, история и доброта. Всего в этом учебном году ульяновские школьники обсудят 34 темы. Стоит отметить открытость данного проекта, что любой родитель, любой ребенок уже может иметь понимание, какую же тему будут рассматривать они на следующем занятии. Так как все методические рекомендации, конспекты и проекты, интерактивный материал, он размещен на едином сайте «Разговоры о важном». Так уже в следующий понедельник ребятам расскажут о яркой личности актере, режиссере, педагоге, создателе МХАТа Константине Станиславском. Марина Тимофеева и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Шесть тысяч ульяновских студентов помогают бойцам на фронте СВО. Волонтеры собирают провизию, одежды, предметы, гигиена. Все самое необходимое. А с недавних пор еще изготавливают вот такие печки-буржуйки. Маску для сварки и рабочий костюм в этот день Данил Репьев из Инзы оставил в родном техникуме. Сегодня молодой человек получает благодарность из рук губернатора за свои труды. Вот такая печь – дело рук команды Данила. О том, как родилась идея создания печки из газового баллона, рассказывает сам будущий мастер. У нас не было листового металла. Металл закончился. И у нас появилась идея попробовать сделать из баллона. На ней можно как и готовить, так можно и отапливать помещение. В профессиональном политехническом колледже даже в день награждения лучших студентов-волонтеров области кипит работа. За моей спиной студенты, которые учатся на сварочное производство, делают печи-буржуйки для мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Для этого ребята сами организовали сбор средств на покупку более толстого металла, которые сами режут, сами делают петли для него и сами варят. За процессом сварки понаблюдали все участники большой встречи. Здесь же в общем зале награждены лучшие волонтеры-студенты среднего профессионального образования. Всего 13 человек из 24 учреждений региона. 13 ребят-волонтеров, которые с первого курса, начиная и уже даже до него, еще в школе, они начали свою волонтерскую деятельность. Сегодня награждены те, кто давно уже в этой системе, те, которые уже не просто работают то, что им говорят, а они сами стали инициаторами. И вот накопилось очень много разных позитивных эмоций у ребят, да и позитивных каких-то уже продуктивных дел, за которые стоило их поощрить. Спасибо, что не остаетесь в стороне от чужой беды, что проявляете лучшие теплые человеческие качества. Сегодня я рад лично с вами пообщаться и побольше узнать о ваших проектах. Акции среди студенчества в поддержку российских бойцов продолжаются. Ребята вяжут носки и шапки, шьют толстовки, валяют стельки в обувь. А таких вот буржуек только за последний месяц в регионе изготовлено уже 77 штук. Все это отправляется на фронт. Ксения Грищенко, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. На этой неделе Управление Росгвардии по Ульяновской области подвело итоги года и нескольким сотрудникам вручили государственные награды за выполнение задач по охране общественного порядка. В прошлом году только число задержанных за правонарушения достигло 4 тысяч. Пресечено почти три сотни преступлений. Задержаны как опасные преступники, так и те, кто совершил административные нарушения. Все поставленные в минувшем году задачи выполнены, но необходимо продолжать работу по охране порядка и стремиться улучшать показатели, подчеркнул начальник Управления Росгвардии по Ульяновской области Игорь Абашкин. Отметили правоохранители и представители власти. Вы являетесь одним из наиболее боеспособных, хорошо подготовленных подразделений и ведомств, выполняя задачи высочайшей значимости. Ваши сотрудники постоянно находятся на переднем краю борьбы по охране государственной безопасности. Вы трудитесь каждый день по обеспечению общественного порядка и безопасности в области. Вы решаете задачи о сохранности имущества. Более 10 тысяч объектов находятся под вашей охраной. И при этом вы еще, меняя друг друга отряды, находитесь в зоне специальной военной операции. Многие сотрудники Росгвардии получили государственные награды. При этом часто герои остаются для общества безымянными. Это связано с особенностями их службы. В правоохранительных органах остаются те, для кого это действительно призвание. Например, этот инженер-сапер из ОМОН Симбир служит уже полтора десятка лет. С самого раннего детства я мечтал стать военнослужащим. Но сложилось так, что у меня работал гражданская специальность. Потом в 2004 году произошли события в Беслане. 1 сентября как раз. Было очень много погибших детей. Это было последней точкой в моем выборе профессии. Вот тогда именно я решил, что буду бороться с терроризмом любыми путями. В минувшем году сотрудники ОМОН, охранных структур и других подразделений Росгвардии постоянно проводили учения и отрабатывали действия в тех или иных ситуациях. Только тренировок по задержанию условных преступников при срабатывании тревожной кнопки было проведено около тысячи. Особое внимание охране образовательной сферы. Не забыто и рутина. Например, проверки владельцев огнестрельного оружия. Игорь Кранцев, Максим Бажанов, Сергей Свешников, Дамир Губеев. Вести Ульяновск. Вы смотрите итоговую программу «Вести Ульяновск» на «Россия-1» и во второй части выпуска. Электротранс и прогресс. Только привыкли к новым трамваям, как на подходе валидаторы. Мелочь больше не нужна. За хорошую работу и платят хорошо. Ульяновским медикам прибавили зарплату. За этим следит губернатор. Веселые, находчивые и умные. Студенты отметили Татьянин день. Теперь отдыхают. С 1 февраля во всех троллейбусах появится система безналичной оплаты. От налички откажутся и в трамваях, но с 1 апреля. Любой человек, входящий сразу у двери, может бесконтактно оплатить. Любой картой. Будь это банковская карта, либо социальная карта, пенсионера, школьника. Даже приложив телефон, можно будет легко оплатить проезд. О том, что оплата прошла, будет сигнализировать зеленый значок на экране валидаторы. Аппарат расположен на стойках поручня возле каждого входа в салон троллейбуса. У нас возросли опасности различных вирусов. Мы с вами столкнулись с пандемией. Сейчас у нас идет очень сложный грипп. Во всех цивилизованных городах, скажем так, мы тоже не отстаем. Мы считаем себя цивилизованным городом, а мы должны идти в ногу со временем. Уже везде используется бесконтактная система оплаты. Это очень удобно. Мы не соприкасаемся с наличными деньгами. Мы не контактируем друг с другом, передавая эти деньги. И, соответственно, мы избегаем лишнего распространения любых пандемий. Ставку кондуктора оптимизируют. Всех желающих переведут на новую должность контролер. В администрации Ульяновск утверждают, что стоимость проезда в электротранспорте останется прежней в этом году. С января этого года ульяновские работники здравоохранения получают прибавку к зарплате. Выплаты предусмотрены врачам, медперсоналу районных и участковых больниц, а также участковым терапевтам и фельдшерам. Глава региона поручил областному Кабмину контролировать этот процесс, а медикам обращаться на горячую линию в случае вопросов или проблем при получении денег. Оксана Погодина трудится в поликлинике ЦГКБ, участковой медсестрой 18 лет. Рабочий день, рассказывает медик, зачастую бывает по 12 часов. Оксана любит свою работу и не сетует на судьбу. Дополнительные выплаты бесспорно рада. Работа у нас очень занимает много времени, с 8 до 7 вечера, поэтому нам будет очень приятно, если нам такие будут надпадки. Пациенты поликлиники согласны с тем, что медикам нужно платить достойную зарплатную плату. Тем более, что персонал здесь высоко квалифицированный. В основном прибавка зарплаты положена персоналу районных больниц, скорой помощи и работникам первичного звена, которые непосредственно ведут прием больных. Дополнительные выплаты разнятся. Например, врачи районных и участковых больниц получат 18,5 тысяч рублей. Поликлиник – 14,5, скорой помощи на 3 тысячи рублей меньше. Выплаты для медсестер составят до 8 тысяч рублей. Данное постановление предусмотрено в целях стимулирования медицинских работников к привлечению их к трудоустройству в медицинские организации, потому что на территории Российской Федерации, в том числе и на территории Ульянской области, имеется достаточно выраженный кадровый дефицит. Если мы берем государственное лечебное учреждение, поэтому данные выплаты будут еще одним подспорьем для медицинских работников. Региональный Минздрав организовал горячую линию для медицинских специалистов по разъяснению порядка начисления новых выплат. В колл-центр можно позвонить с 8 утра и до 20.00. Первые выплаты должны быть начислены в феврале, обещают Минздраве страны. Илла Шахова, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. И в продолжение темы здравоохранения. В 4-й городской поликлинике отмечали юбилей 60 лет этому учреждению. Сейчас это самая загруженная клиника в областном центре. В ней обслуживается 140 тысяч пациентов Засвияжского района. Крупная структура включает в себя лечебную и диагностические базы, а также лабораторию. Врачи оказывают помощь в 11 отдельных подразделениях клиники. Сейчас идет реконструкция главного корпуса. Капитально отремонтированы первые и вторые этажи. Приступают к третьему. Параллельно закупается и новое оборудование. Только в прошлом году в поликлинику пришли работать 24 сотрудника. Для молодых медиков введены дополнительные меры социальной поддержки. При устройстве на работу каждый из них получил в качестве подъемных 20 тысяч рублей. К юбилею Ульяновской области выпущен сборник под названием «Родина в наше впадает сердца», презентация которого состоялась в Дворце книги. «Чем нам дорог этот сборник? Ну, все-таки 56 авторов. Это много. Это голоса единые. Это ручейки в нуре. Он дорог нам своим трепетным отношением к своему краю, к Волге. Сколько диковин, сколько прекрасных мест в Ульяновской области. И когда открываешь эту книгу, и читаешь, и листаешь ее страницы, думаешь, а сколько действительно радостей, сколько прекрасных мест, и какая любовь вложена в эти строки». Пейзажная и патриотическая лирика, краеведческие эссе, исторические повести, репортажи о достойных людях области, об интересных культурных событиях и праздниках. Все это в сборнике в большом количестве от опытных или начинающих литераторов. Всех их объединило желание воспеть свою малую родину. В музее Ленина открылась выставка к столетию образования Советского Союза. Плакаты, агитки, концептуальные предметы, которые ярко иллюстрируют эпоху. Организаторы выставки уверены, что даже заставший закат СССР подчерпнут для себя новую информацию об этом эпическом фрагменте нашей истории. От атома до ячейки общества. Азбука нового мира показывает зрителю все нюансы, которые были присущи такому неоднозначному явлению российской истории, как Советский Союз. К каждому понятию, представленному на выставке, прилагается текст, который поможет составить свое независимое мнение. Мы зрителю показываем, что было хорошего, но вместе с тем мы показываем и то, что тормозило, то, что дискредитировало социализм в конечном итоге. А люди сами должны сделать вывод, что же все-таки это была за эпоха. Потому что одни ее идеализируют, а другие ее демонизируют. Атеизм был и остается одним из основных понятий, связанных с Советским Союзом. Наиболее интересные экспонаты выставки – некогда иконы, которые в 30-е годы в условиях борьбы с религией уничтожались. Были специальные мастерские, в которых из предметов церковного убранства изготавливали кормушки, сундуки и прочие предметы быта. Рядом в выставочной азбуке – понятие «атом». Ведь Советский Союз – родина мирного атома. Именно здесь была построена первая в мире атомная электростанция. Здесь на выставке представлена фотография 50-х годов, которая показывает облик первой в мире атомной электростанции. Первый в мире атомный ледокол, который был назван, конечно же, Ленин. Владимир Ильич Ленин, безусловно, одна из главных личностей этого периода. Создатель советского государства и такого течения, как большевизм, которое даже сейчас не получило однозначной оценки. Стоит ли удивляться, ведь Советский Союз по сей день остается феноменом. Это целый мир – сложный и противоречивый, интересный и многогранный. Поэтому организаторы выставки показали его зрителям в виде коллажа. Коллаж в чем-то парадоксальный, поскольку у нас одновременно совмещаются разные, противоположные процессы, события, явления. Иногда они похожи друг на друга или отражают две стороны одного и того же явления. И мы решили сделать такую самую необычную, наверное, выставку для нас. Сто лет – срок большой, но для исторических мерок непоказательный. Сегодня, имея возможность максимально погрузиться в советскую эпоху, мы можем попробовать сойтись в единой точке. Соединить прошлое, настоящее и между ними такое феноменалистическое явление, как Советский Союз. Мадина Исмаилова, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Ульяновские студенты отметили на этой неделе Татьянин день. В университетах по случаю прошли концерты, квесты и капустники. Впрочем, экзамены тоже никто не отменял, разве что преподаватели были более лояльными. Марина Тимофеева окунулась в студенческую среду. На экзамен как на праздник. Ну а если экзамен пришелся на День студента, это двойной праздник. Так студенты надеются. Билетом? Девятнадцать. Ольга Макеева, доцент кафедры высшей математики, уже 14 лет, объясняет студентам функции переменных и как их дифференцировать. А в билетах у них сегодня два теоретических и столько же практических заданий. Проверять знания в День студента ей выпало впервые за долгие годы. День студента – это праздник студентов. И поэтому я постараюсь их не огорчать. Но я думаю, что они тоже и меня постараются не огорчать. И экзамен пройдет хорошо. К сессии каждый из них готовится долго и упорно, чтобы в заветной синей книжечке появился зачет или отметка «Отлично». Экзамен довольно-таки тяжелый. Действительно, очень много тем мы прошли за этот семестр. Но все равно сегодня у нас планировано множество мероприятий после экзамена. Например, квартирник мы устраиваем с ребятами, а также вечером будет ночь студентов. А дождь на окна прессует, напоминая о твоих поцелуях. В стенах педагогического вуза уже открылся традиционный песенный марафон. Фестиваль начинающих вокалистов с 2005 года объединяет высшие и средние профессиональные заведения. Я пришла работать в 2005 году, и очень хорошо, самый поющий вуз педагогический. Я говорю, Владимир Александрович, слушай, я хочу послушать всех детей. И он мне говорит, вот так, есть такой вот день студенческий, давай что-нибудь такое сделаем. И мы решили всех наших студентов прослушать как раз в «Татьянин день». «Татьянин день» уже 268 лет, объединен с «Днем студента». Великомученица Татьяна стала покровительницей всех студентов. А сегодня на фестивале в жюри по счастливой случайности оценивать частоту исполнения, артистизм, ритмичность и все музыкальные данные будет Татьяна Малышева. Ну, это мой день ангела. Надеюсь, что все сегодня будет хорошо. Они поют, танцуют, занимаются спортом, много учатся и пока еще не подозревают, что это лучшие годы юности. Прекрасная пора, немыслимых волнений, ночей бессонных, открытий новых и свершений. Марина Тимофеева и Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. И в честь Дотяненного дня, Дня студента, в спорткомплексе Ульяновского госуниверситета стартовала студенческая универсиада, которая проводится в нашем регионе 20 лет. В этом году она посвящена техникуму Олимпийского резерва. Это шанс для того, чтобы проявить непоколебимый спортивный дух, высокое мастерство, уходство и уважительное отношение к своим соперникам. Это возможность для молодых спортсменов заявить о себе. Соревнования проходят в 14 видах спорта, среди которых волейбол, бадминтон, шахматы, армрецлинг, плавание, ну и многое другое. Ожидается, что в университете примут участие полторы тысячи ульяновских студентов. И на этой неделе исполнил с 60 лет легендарному тренеру футбольной команды «Волга» Сергею Седышеву. За годы работы Сергей Викторович заслужил почет и уважение как футболистов, так и болельщиков. С юбиляром встретился Эдуард Эстомин. 2007 год. Это было как во сне. Ульяновская «Волга» сотворила спортивное чудо и ворвалась в первую лигу. На трибунах небывалое ликование, а кузистником этой победы стал человек с большой буквы. Меня еще до сих пор колотит, потому что такая игра, это Андреалин такой бьет прям очень сильно. У команды немало феерических побед, и журналистской «Братьей» было грех жаловаться. В редакции «Богатый исходник», а за право освещать матчи с участием Седышевской «Волги» была даже своего рода конкуренция. Ну, как, наверное, поход в театр, поход на концерт. Это было какое-то такое вот событие, на которое шел с удовольствием. И ждал только победы, потому что «Волгу» приучило болельщиков. С футболом Седышев связывает многие награды и почести. Все они дороги, ему одинаково. Тренер-трудоголик, а еще взрывная натура на бровке поля. «Комбинационная игра для меня в приоритете», признается наставник. И игроков, особенно в среднюю линию, я всегда подбирал таких, которые могли с мячом обращаться. Например, ну, понятно, это эталон, как Федор Челенков. Малая родина Седышева – спортклуб «Авангард». С «Авангардом» маститый наставник становился 10 раз чемпионом области. И это помимо того, что и «Волгу» тренировать приходилось. Здоровья хватало. Самое главное, мне это нравилось. Поймите, если человеку это не нравится, если это ему в тягость, тогда ничего, даже одна игра не получится. И благодаря ему держится спортсменный комплекс «Авангард» и сотни детишек, которые он воспитал. Безмерно благодарны ему, я лично благодарен за тот труд. Седышев помнит каждого игрока пофамильно, никого не забывая, уверяет Сергей Викторович. А среди них есть даже игрок национальной сборной, и он не забыл тренера поздравить с юбилеем. Я хотел бы вам выразить благодарность и уважение за то, что вы не побоялись и тогда еще не обстрелянного молодого парня взяли к себе от своего руководства. С юбилеем, дорогой Сергей Викторович! Телу здравия, душе спасения. Храни вас, Господь! Свои лучи поддержки любимому Викторовичу посылают и болельщики. Для них он и старался с «Волгой», потому как футбол – это игра для зрителей. Эдуард Истомин, Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Дамир Губеев. Вести Ульяновск. На этом все. Вести воскресенье Ульяновск закончились. До следующего воскресенья. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»